Рассмотрим перевод чисел в натуральных системах счисления для случаев, когда существует степенная зависимость между основаниями системы счисления. Предположим, у нас есть некоторое число x в p-ичной системе счисления. Нам необходимо представить его в q-ичной системе счисления. Алгоритм группирования применим для случаев, когда существует следующая степенная зависимость между основаниями системы счисления. Q равно P в степени M. На первом шаге, начиная от запятой, мы разбиваем исходную запись числа на группы по M цифр. Двигаясь от запятой влево, мы разбиваем на группы по M цифр целую часть. Двигаясь от запятой вправо, мы разбиваем на группы по M цифр дробную часть. Крайние группы могут оказаться неполными, и тогда для того, чтобы в них было по M цифр, мы добиваем их нулями. На втором шаге, каждую группу мы отдельно переводим в кювичную систему счисления, поставляя соответствующий эквивалент в кювичной системе счисления, или воспользуясь для этого алгоритмом замещения. На третьем шаге, мы записываем полученные цифры в порядке следования групп. Полученное число, собственно, и представляет искомое число в кювичной системе счисления, то есть это результат работы алгоритма группирования. Можно рассмотреть в общем виде работу алгоритма группирования на следующей записи. У нас есть число x, представленное в пыичной системе счисления. Вот оно у нас идет. И мы разбиваем цифры в этом числе на группы по M цифр. Потом отдельно эти группы мы уже переводим в кювичную систему счисления и записываем в числе, представленном в кювичной системе счисления. Можем рассмотреть следующий пример перевода из двоичной системы счисления, то есть нам дано число x в двоичной системе счисления. Мы переводим в восьмеричную систему счисления. То есть у нас здесь видна эта степенная зависимость. 8 равно 2 степени 3. То есть кюв равно п степени M. Вот у нас исходное число в двоичной системе счисления. M у нас равно 3. Берем, то есть мы тогда берем и по 3 цифры разбиваем на группы исходное число. И потом отдельно каждую группу переводим в кювичную систему счисления, то есть в 8. Здесь у нас были 1, 1, 1, 1, 1, 1 в двоичной системе счисления. В восьмеричной системе счисления это равно 7. 1, 0, 1 в двоичной системе счисления, в восьмеричной равно 5. 0, 1, 0 в двоичной системе счисления равно 2. Обратите внимание, что здесь как раз таки появился тот самый 0, чтобы сделать группу полной. Аналогичная ситуация, кстати говоря, и в этой группе. 0, 1 мы добавили 0, чтобы группа была полной. Естественно, что 0, 1, 0 это у нас также 2. Вернее, вот эта строчка соответствует этому примеру. И 0, 1, 1 это у нас 3. И таким образом, как у нас следовали вот эти группы, мы записываем значение в этом числе, представленном в восьмеричной системе счисления. То есть 1, 1, 1 мы знаем, что в восьмеричной системе это 7. Вот у нас здесь 7. 1, 0, 1 в восьмеричной системе 5. Вот у нас здесь фигурирует 5. 0, 1, 0 в восьмеричной системе это 2. Вот здесь 2. Ну и аналогично с дробной частью.